Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы свяжем с вами вот такую замечательную, простую, на первый взгляд шапочку, но очень интересную. В сочетании входят три узора. Это двойная жемчужная или двойная путанка, резиночка один на один и которая плавно переходит в английскую резиночку. Довольно симпатично шапочка смотрится на голове. Можно данную шапку носить с помпончиком, можно без. То есть она немножечко с нахлестом идет назад, немножечко с отворотом, то есть такая вот удлиненная. Поэтому на сегодняшний день является очень-очень актуальной и модной. В принципе, благодаря отворотику она такая довольно-таки теплая. Взяла я совсем абсолютно не колкую пряжу. Вот, подойдет такая шапочка для зимы на окружность головы где-то 55-56 сантиметров. В принципе, если любите более в обтяжку, то даже на 56-57 подойдет смело. Вот, если любите более свободную, то 54-55. Если хотите, можете присоединить помпончик. Вот я добавила меховой помпончик. Вот, выглядит замечательно с отворотиком. Вот так вот шапочка. И кому понравилось, кто хочет связать вместе со мной, присоединяйтесь. И не забудьте лайкнуть. Для вязания я буду использовать пряжу Гималая Супер Софт Яр нежно-бирюзового цвета. Более подробно посмотрите видео об этой пряже. Ссылочку оставлю, смотрите в описании под этим видео. Далее нам понадобится два номера спиц. Я буду использовать чулочные номер 3 и номер 4,5. Можете использовать круговые. Как вам удобно, какими вязать. Такой большой разрыв в номерах, потому что у нас будет узор пышная, такая вот двойная путанка на отвороте. И переход на английскую резинку. Английскую резинку я буду как раз таки вязать спицами меньшего размера, для того, чтобы не дал такой вот большой береттообразный нахлест рисуночек. Вот, он у нас будет красивым таким вот ровным полотном. Далее нам понадобятся ножнички, крючок для заправки краешка макушки и сантиметр. Для начала вязания на спице большего размера нам нужно набрать четное количество петелек для наших рапортов узорчиков. Я буду набирать 80 для своей окружности головы, плюс 1 петля для замыкания в круг. То есть 81 петля. 2 первые петельки начальные набираю на одну спицу, для того, чтобы не был растянутый краешек. Дальше приставляю и продолжаю набирать петельки. 2, 4, 6, 8, 9, 10. И добираю еще 71 петельку. Итак, наши петельки набраны, теперь распределяем на 4 спицы. Если у вас вязание на круговых спицах, то, соответственно, просто будем замыкать вязание наших круг. После того, как мы распределили на 4 спицы наше набранное количество петелек, начинаем замыкать в круг. Посмотрите, чтобы вот эта наборочная косичка у вас не была перекрученная. То есть не были перекрученные спицы. И теперь берем в руки правую и левую спицу. Вот так вот, первую и последнюю нашего круга. И подтягиваем петельки в начало вот так вот вязания для удобства. И теперь смотрите, у нас получается в левой руке левая спица. Это где набранная первая петелька. В правой руке на правой спице, там где набранная последняя петелька. Вот мы первую петельку переносим к последней петельке на спицу на правую. И теперь получается с правой спицы вот эту последнюю петельку набранную одеваем на первую. И при этом спускаем ее полностью со спицы. То есть вот эта лишняя петля, которую мы с вами набирали для замыкания в круг, спустилась полностью с вязанием. И теперь возвращаем, берем вот эту первую набранную петельку обратно на левую спицу. Придерживаем петельку. Можете даже привытянуть обратно вот так вот спицы. И тянем короткий краешек ниточки наборочной вверх. А рабочую ниточку тянем вниз. Как бы закрепляем наше вязание. И теперь смотрите. Можно двумя способами сейчас начать ряд. Либо же вы начинаете ряд вязать двумя ниточками. Хорошо затянув вот этот краешек коротенький, переносите на рабочую сторону и вяжете в две ниточки первые несколько петель. Либо же просто этот краешек ниточки оставляете, как и прежде, перед работой. И он у вас будет как бы отметочкой начала ряда. Я хочу сразу спрятать этот краешек в начало вязания. А вот здесь вот между первой и последней спицей одену булавочку. Она как бы будет у меня служить началом и концом ряда. Вот так вот. И теперь я беру хорошо подтягиваю коротенькую ниточку краешек и рабочую ниточку вместе. И начинаю вязать первый ряд. Для этого беру пятую спицу и формировать начинаю первый ряд рапорта узора. Первый ряд очень простой. Чередуем то лицевая петля, то изнаночная, то лицевая, то изнаночная. При этом я вяжу первые несколько петелек в две ниточки. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая. Бросаю коротенький краешек ниточки, он у меня совсем уже коротенький. И продолжаю дальше вязать. Изнаночная, лицевая, изнаночная. И так нам нужно провязать чередуя лицевая и изнаночная все четыре спицы. Если вы вяжете в круговую, на круговых спицах, то просто до нашей булавочки. Второй ряд вяжем по рисунку, как ложатся петельки. Мы вязали в первом ряду чередуя лицевая и изнаночная. Во втором ряду так и продолжаем вязать над лицевыми лицевые петли, над изнаночными петлями изнаночные. При этом, обратите внимание, что лицевую петельку я вяжу за ближнюю к нам стеночку. Вот так вот. А изнаночную за дальнюю стеночку. Это для того, чтобы не были перекручены наши петельки. Чтобы красивой косичкой ложилось наше вязание. При этом подтягивайте вот этот краешек ниточки, который мы завязали в первом ряду. Для того, чтобы он не вытаскивался. Потом, по ходу вязания, он у нас хорошо уже закрепится и не будет вытаскиваться. И также обратите внимание, что если у вас делится ниточка. У меня хоть и хорошего кручения, но бывает спицами я иногда попадаю в серединку этого кручения. Что если рассоединяется, смотрите, будьте внимательны, чтобы не добавить лишние петельки. И точно так же не убрать лишние петельки. Все должно у нас быть четенько. И обязательно следите за тем, как у вас ложатся петельки. Они должны красивой косичкой ложиться, не быть перекрученными. То есть посмотрите, вот так вот. У нас как шли лицевые, над ними лицевые. Изнаночные, над ними изнаночными. И так вяжем до конца второго ряда. И все последующие четные ряды, резиночки вот этой высоты от ворота, мы будем вязать все четные ряды по рисунку. То есть лицевые, над лицевыми петлями, изнаночные, над изнаночными петлями. И для удобства также в конце каждой спицы заканчивайте изнаночной петлей. А начинайте лицевой. Вам удобно будет, скажем, понимать, где вы находитесь, на каком этапе вязания. И, в принципе, честно говоря, последнюю петлю изнаночной провязывать. А первую лицевой гораздо удобнее, если вяжете на четырех спицах, как и я. Третий ряд узора у нас пойдет со смещением в шахматном порядке. То есть смотрите, над лицевой первой мы вяжем изнаночную петлю. А над второй изнаночной вяжем лицевую петлю. Снова над лицевой третьей изнаночной петлю. Над четвертой изнаночной лицевую петлю. И если вы посмотрите, то у вас вязание сдвигается на одну петлю в шахматном порядке. То есть там, где лицевая была, мы вяжем изнаночную. Там, где изнаночная, лицевую. Вот такой вот путанкой. Это третий ряд рапорта узора в высоту. Идет со смещением. Лицевая над изнаночной предыдущего ряда. И изнаночная над лицевой. Вот так вот вяжем до конца ряда. Четвертый ряд в высоту рапорта узора. И он у нас четный ряд. Поэтому вяжем по рисунку. Первая изнаночная, так и вяжем ее изнаночной. Вторая лицевая, так и вяжем лицевой. И так продолжаем чередовать. Изнаночная лицевая, изнаночная лицевая. По рисунку, как ложатся петли. Над лицевыми вяжем лицевые. Над изнаночными петлями вяжем изнаночные петли. И это последний ряд рапорта узора в высоту нашего отворота. Связав четвертый ряд, повторяем с первого ряда. В первом ряду мы вязали чередование лицевая-изнаночная. Поэтому сейчас получается пятый ряд вяжем с первого ряда. Чередуем лицевая-изнаночная, лицевая-изнаночная, лицевая-изнаночная. Вот так вот чередуем до конца ряда. При этом посмотрите, что снова у нас идет в шахматном порядке чередование. Над изнаночными вяжем лицевые петли, а над лицевыми петлями вяжем изнаночные. То есть самое главное вам запомнить, что в нечетных рядах мы делаем сдвиги на одну петлю в шахматном порядке. То есть над лицевыми вяжем изнаночную петлю, а над изнаночными петлями вяжем лицевую петлю. А каждый четный ряд мы просто вяжем по рисунку, который задаем в нечетных рядах. То есть лицевые над лицевыми вяжем, а изнаночные над изнаночными. И у нас получается как бы два ряда резиночки один на один в шахматном порядке. И всего у нас получается узорчик состоит в раппорт узора в ширину 2 петли, а высоту 4 ряда. Вот таким вот раппортом узорчика я буду вязать порядка 7-7,5 см в высоту. То есть если по количеству раппортов с 1 по 4 ряда можно посчитать, что порядка где-то 5-5,5 раппортов у нас будет ширина отворота. Вот сейчас мы с вами провязали получается первый раппорт узора чередуя лицевая и изнаночная, лицевая и изнаночная. В четном ряду мы провязали по рисунку лицевая и изнаночная. В третьем ряду нечетно мы сделали сдвиг влево на одну петлю, поэтому чередовали уже изнаночная, лицевая и изнаночная, лицевая. И в четвертом последнем ряду мы провязали по рисунку, как задали в третьем ряду. То есть изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И снова повторяем с первого ряда. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. В следующем ряду точно так же провяжем. А в третьем ряду, или получается уже по счету это будет седьмой ряд в высоту от начала, Будем делать сдвиг, поэтому будем уже чередовать изнаночная лицевая и изнаночная лицевая. При этом я ориентируюсь сначала конец ряда по вот этой булавочке между первой и четвертой спицей. Вот таким вот образом я провяжу порядка 5, даже, наверное, 5,5 рапорта узора высоту. Это как раз таки и будут мои 7,5 см высота отворота. Я связала высоту 5,5 рапорта и теперь, смотрите, 5 из них у меня будет для отворота моей шапочки и пол рапорта, вот эти самые последние, у меня будут уже для формирования резиночки 1х1 с внутренней стороны отворота. То есть, что мы делаем, смотрите, сейчас выворачиваем вот так вот вовнутрь, как бы на другую сторону наше вязание, вот так вот во внутреннюю сторону и сейчас будем вязать с этой стороны. Для чего я так сделала? Смотрите, при наборе у нас вот такая красивая косичка и первый ряд у нас, смотрите, вязался как бы изначально ровненько, красивенько. Вот так я хочу, чтобы у меня при отвороте было на шапочке. Если бы мы оставили и вязали прямым полотном дальше, то у нас при отвороте были вот такие вот рубчики-зубчики. Вот это мне не хотелось, поэтому я сейчас повернула вязание как бы на изнаночную сторону фактически и буду вязать с изнаночной стороны уже лицевую сторону, которая у нас будет после отворота. Сейчас, смотрите, у нас первая идет провязанная последняя изнаночная с лицевой стороны. Сейчас мы с изнаночной стороны, поэтому эту первую лицевую снимаем не провязанной, как кромочную. Дальше у нас идет изнаночная, так и вяжем изнаночную лицевую, вяжем лицевой. Изнаночная лицевая, так продолжаем чередовать. То есть, смотрите, это фактически пошел третий ряд резинки один на один. Вот так, если повернете, четко уже видна резиночка. И вот таким вот образом я свяжу еще 3-4 ряда в высоту резинки один на один. Но при этом мы уже будем замыкать в круг с изнаночной стороны. То есть, сейчас так и будет, как было и прежде. Вот это наша отметочка, начало, конец ряда. Но будем считать уже вот этот ряд лицевой. И замыкать будем вязание вот здесь вот вязать непрерывно. То есть, сейчас я свяжу вот этот первый ряд с изнаночной стороны. Или третий ряд резинки один на один. И покажу, как мы замкнем вязание в круг. Провязали, получается, до конца этот ряд. И теперь, смотрите, если мы сейчас продолжим дальше вязать следующий ряд резинки один на один, лицевая и изнаночная, лицевая и изнаночная, у нас здесь останется такой вот зазорчик, дырочка. И при отвороте нам будет ее, как бы, видно. Для этого, смотрите, что мы делаем. Мы поднимаем вот эту предыдущую лицевую петлю, то есть, предыдущего ряда, из которой у нас сейчас первая петля, вот так вот. Поднимаем ее и вяжем за две вот эти петельки одну лицевую петлю. И дальше продолжаем. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть, вязать еще дальше нашу резиночку. И вот, посмотрите, у нас получилось непрерывное вязание. Здесь никакой дырочки, абсолютно ничего нет, зазорчика. Просто мы, получается, за две, как бы, полупетельки провязали нашу петлю. И вот здесь, вот с этой стороны, ничего абсолютно не видно. То есть, просто идет, как бы, как продолжение ряда. То есть, абсолютно никакого перехода не видно. И вот таким вот образом я хочу провязать буквально 3-4 ряда. Можно пошире резиночку, чтобы при отвороте у нас здесь снизу была резиночка, которая плотно прилегала нашу шапочку к голове. То есть, хотите, можете свяжите всего от начала. То есть, вот здесь, вот где наши пол рапорта, два ряда. Плюс еще сейчас мы связали один ряд, начали второй. То есть, получается, уже 4 ряда резинки. Можно связать рядочков 6, а можно 8. То есть, уже, в принципе, зависит от желания вашего. И обратите внимание, что я все-таки продолжаю вязать теми спицами, которые у нас большего размера. То есть, резиночка у меня будет спицами большего размера, для того, чтобы не слишком сдавливалась на голове. То есть, если вы возьмете спицы маленького размера, то у вас получится резиночка прям сузится, вот так вот вязание. Вот, я продолжаю вязать дальше широкими спицами. Если у вас есть номер спиц, которые будут между маленькими, между большими, то есть, какой-то номер средний, можете провязать средним. Так у вас, как бы, резиночка будет меньше растягиваться при носке изделия. Хотите, можете продолжать точно так же, как и я. Просто вязать вот этим, скажем так, большим размером, которым мы вязали наш отворотик путанкой. Итак, связали высоту резиночки. Я связала 8 рядочков всего. То есть, пол рапорта, еще 6 рядочков повернул на изнаночную сторону. Теперь мы переходим на рисунок английской резинки. Для этого переходим на спицы меньшего размера. И будем вязать нашу резиночку вкруговую. При этом постепенно меняя каждую спицу на спицу меньшего размера. Итак, начинаем вязать первый ряд. Первый ряд проще всего. Лицевую. Там, где лицевая первая, вяжем лицевой. А изнаночную снимаем непровязанной. Перед этим делаем накид. То есть, вот так вот ниточка перед работой. И снимаем изнаночную вместе с накидом. Посмотрите, вот так. Снова у нас лицевая вяжем лицевой. Нить перед работой. Изнаночную за заднюю стеночку снимаем вместе с накидом. Снова лицевая вяжем лицевой. И изнаночную снимаем вместе с накидом. Нить обязательно перед работой. Снова лицевая лицевой. Изнаночную снимаем вместе с накидом. Лицевую вяжем. Изнаночную снимаем с накидом. лицевую вяжем изнаночную снимаем с накидом лицевую вяжем изнаночную снимаем с накидом вот так продолжаем чередовать лицевая изнаночная с накидом снятая лицевая изнаночная с накидом снятая до конца этого ряда первую спицу поменяли затем берем меняем следующую спицу берем меньшего размера. И снова лицевая вяжем, изнаночная снимаем непровязанной вместе с накидом. Лицевая вяжем, изнаночная снимаем с накидом за заднюю стеночку. Лицевую вяжем, изнаночную снимаем с накидом. Вот так до конца первого ряда формирования уже получается третьего по счету узора и основного узора для шапочки. Довязали до конца первый ряд узора и теперь приступаем ко второму ряду. Второй ряд наоборот. Мы будем вязать изнаночные петли, а лицевые снимать с накидом. Для этого берем, делаем накид перед началом, перед первой петелькой и лицевую снимаем вместе с накидом. Дальше у нас идет изнаночная. Ниточка перед работой и вяжем вместе с накидом изнаночную петлю изнаночной. Дальше идет лицевая. Ниточка перед работой, снимаем лицевую вместе с накидом. Снова идет накид и изнаночная. Мы ниточку перед работой вяжем изнаночной петлей. Накид вместе с изнаночной петлей. Дальше у нас идет лицевая. Ниточка перед работой и вместе с накидом снимаем непровязанной. Дальше ниточка перед работой и изнаночную вместе с накидом вяжем изнаночной петлей. Снова лицевая ниточка перед работой снимаем с накидом, а изнаночную вяжем изнаночной вместе с накидом в предыдущем ряду. Снова лицевую снимаем вместе с накидом, а изнаночную вяжем изнаночной вместе с накидом. Лицевая снимаем со накидом вместе и изнаночную с накидом вместе провяжем изнаночной. То есть в этом ряду, обратите внимание, что мы снимаем непровязанной лицевую петлю вместе с накидом а изнаночную вместе с накидом предыдущего ряда вяжем одной петлей изнаночной лицевую снимаем изнаночную вяжем с накидом лицевую снимаем с накидом а изнаночную вяжем изнаночной вместе с накидом снова лицевую с накидом снимаем а изнаночную провяжем и вот так вот чередуем до конца этого ряда обратите внимание что мы полностью перешли на спицы меньшего размера и благодаря этому у нас не сильно увеличится наше вязание по ширине снова у нас идет лицевая мы ее снимаем с накидом не провязанной а изнаночную вместе с накидом вяжем 1 изнаночной лицевую снимаем изнаночную вяжем изнаночной вместе с накидом лицевую снимаем а изнаночную вяжем вместе с накидом лицевую снимаем не провязанной а изнаночную провяжем вместе с накидом предыдущем ряду снова лицевую снимаем изнаночную провязываем и вот так вот до конца второго ряда. Третий ряд и все последующие нечетные ряды, пятый и так далее вяжем точно так же. Смотрите, у нас идет лицевая с накидом в начале ряда. Вяжем вместе лицевую с накидом одной лицевой. Дальше у нас идет изнаночная. Мы изнаночную нить оставляем перед работой, снимаем вместе с накидом. Далее снова лицевая с накидом вяжем лицевой, а изнаночную снимаем не провязывая вместе с накидом. Лицевая с накидом вместе одной лицевой, а изнаночную снимаем вместе с накидом не провязанной. Лицевая вместе с накидом лицевой, а изнаночную снимаем не провязанной. Лицевая с накидом одной лицевой, изнаночную снимаем с накидом нить перед работой. И вот так вот чередуем. Лицевую вяжем, изнаночную снимаем. Лицевую вяжем вместе с накидом, изнаночную вместе с накидом не вяжем, снимаем просто. Вот так вот до конца вот этого ряда. И все последующие получаются нечетные ряды будем вязать точно так же, как этот ряд. Лицевые вяжем, изнаночные снимаем. Лицевые вяжем, изнаночные снимаем, но все время с накидом. Лицевую вяжем с накидом лицевой, а изнаночную снимаем непровязанной вместе с накидом так же. Вот так вот до конца этого ряда. Четвертый и все последующие четные ряды мы будем вязать как второй. То есть четвертый, шестой, восьмой и так далее будем вязать как второй. Делаем накид и снимаем лицевую первую непровязанной. Дальше у нас идет накид с изнаночной, вяжем две вместе петельки одной изнаночной. Снова нить перед работой лицевую снимаем с накидом, а изнаночную вместе с накидом вяжем одной изнаночной. Снова лицевую снимаем нить перед работой вместе с накидом, а изнаночную с накидом вместе вяжем одной изнаночной. То есть повторяем, как и во втором ряду. Лицевую снимаем с накидом, изнаночную провязываем с накидом одной изнаночной. Вот так вот чередуем до конца этого ряда. И обратите внимание, что мы просто по очереди то к изнаночным делаем накид, то к лицевым в следующем ряду, то к изнаночным накид, то к лицевым. И также точно мы чередуем провязывание, какие-то вместе петли. Та, которая в предыдущем ряду была с накидом, вяжется в этом ряду петля. То есть, допустим, в предыдущем ряду у нас была с накидом изнаночная, поэтому в этом ряду эта изнаночная уже провязывается вместе с накидом изнаночной. А сейчас мы вяжем с вами лицевую с накидом, то в следующем ряду эта лицевая с накидом будет провязываться одной лицевой, а изнаночная, которая у нас, будет сниматься вместе с накидом, не провязанной. То есть вот так вот мы будем продолжать чередование вот таких вот рядочков до тех пор, пока у нас не получится высота нашей шапочки. Минус отворотик, то есть высота шапочки мы будем уже считать вот здесь вот сначала резиночки 1х1. И до тех пор, пока у нас не будет минус где-то 2,5-3 см для того, чтобы закончить нашу макушку. То есть для закругления макушки нам нужно будет недовязать общую высоту шапочки где-то 2,5-3 см для того, чтобы можно было красиво закончить макушку. Вот таким вот образом я думаю, что вы справитесь. Можете включить с первого ряда, а точнее даже со второго для удобства. И вязать четные ряды мы вяжем точно так же, как и вязали четные по рисунку. То есть второй и сейчас четвертый. Первый ряд мы как бы вязали тоже фактически по рисунку, но там мы делали лишь только накид. Не провязывали с накидом следующую петлю, так как формировали. А вот в третьем уже ряду, то конечно там уже мы будем вязать третий ряд, как и все нечетные ряды в последующем. Итак, снова у нас лицевая мы снимаем ее с накидом, а изнаночную с накидом провязываем изнаночной. Лицевую снимаем, изнаночную провязываем. А в следующем ряду будем снимать изнаночную с накидом, а лицевую с накидом провязывать вместе одной лицевой. Я думаю, что вы здесь также справитесь. Особенного здесь ничего нет. Для тех, кто знает, как вязать английскую резинку, вообще труда не составит. То есть вы чередуете ряды просто как в обычной резиночке. Только мы сейчас, одна особенность ее, то что мы вяжем ее по кругу. Для тех, кто вяжет на круговых спицах, также я думаю, что вы не запутаетесь. Все вяжем точно так же. И так, от отворота, я уже вот так вот отвернула наш отворотик. И от начала отворота до конца вязания я связала 21 см. И остановилась на том ряду, где у нас нужно провязывать накид с лицевой вместе одной петлей. А затем делать накид перед изнаночной. И теперь приступаю к завершению, к закруглению нашей макушки. Смотрите, сейчас у нас идет по рисунку лицевая, накид. Вяжем, как всегда, вместе лицевой. Далее, вместо того, чтобы делать накид перед изнаночной, мы изнаночную просто вяжем по рисунку изнаночной петлей. Снова лицевая, накид вместе лицевой. И изнаночную провязываем по рисунку изнаночной. Лицевая, накид вместе лицевой, изнаночная по рисунку изнаночной. То есть сейчас мы, получается, чередуем лицевая и изнаночная и убираем в первом ряду вот эти вот наши накиды перед лицевыми. То есть как бы уменьшаем количество петелек и вот таким вот образом чередуем лицевая и изнаночная. Вот этот ряд до конца и еще 2-3 ряда я буду вязать просто по рисунку лицевая и изнаночная чередуя. То есть в общей сложности нам нужно провязать 3-4 ряда вместе с вот этим чередуя лицевая и изнаночная. Переходим на резиночку 1х1. Провязав первый ряд, убрав накиды, я провязала еще 3 ряда резиночкой 1х1. Теперь для удобства вязания, получается, в высоту 5-го ряда макушки мы перенесем последнюю вот эту изнаночную петлю с правой спицы на левую, то есть на первую спицу. И теперь смотрите, у нас получается сейчас перенесенная изнаночная первая петля, за ней идет лицевая первая петля с левой спицы, которая была. Мы вместе эту лицевую и изнаночную петлю вяжем одной лицевой, заводим за лицевую петельку и вяжем лицевую и изнаночную петлю вместе одной лицевой. Дальше снова у нас идет изнаночная лицевая, мы заводим за лицевую и вяжем лицевая и изнаночная вместе одной лицевой. То есть сейчас в пятом ряду макушки мы должны убрать изнаночные петли. Мы делаем убавление подряд, сокращаем петельки в два раза и вяжем лицевая и изнаночная вместе лицевой одной петелькой. Вот так вот до самого конца этого ряда, то есть это пятый ряд по счету. И дальше шестой, седьмой, восьмой ряд, три ряда нам нужно будет провязать просто лицевыми петельками. То есть сейчас мы уберем изнаночные петли и еще три ряда нам нужно провязать просто лицевыми петельками. Сделали убавление изнаночных и провязали еще три ряда. И сейчас мы находимся на девятом ряду убавления макушки. В девятом ряду я предлагаю вам снова сделать уменьшение, провязав попарно по две лицевые. То есть сейчас мы сделали последнее убавление до, скажем так, в два раза уменьшили количество петель по кругу до 40 петель. И теперь еще в два раза мы уменьшим петельки и у нас должно по кругу в конце этого ряда остаться всего 20 петелек. То есть я, как и прежде, завожу за вторую петлю и вяжу две вместе одной лицевой петлей. То есть попарно провязываю по две лицевые вместе одной лицевой. Этот ряд я уменьшу в два раза петельки и снова два ряда провяжу просто лицевыми петлями. В двенадцатом ряду снова сделаем попарное сокращение петелек. Снова вяжем по две петли вместе одной лицевой и сокращаем количество петелек до десяти. И затем один ряд вяжем просто 10 лицевых петелек по кругу. То есть как бы заглаживаем наше убавление петелек, чтобы аккуратненький, был красивенький и ровный. Вот здесь вот, ну как бы без бугорка наша макушка. Связав тринадцатый ряд нашей макушки, мы начинаем стягивать петельки. Стягивать петельки можно двумя способами. Либо взять на крючок, полностью продеть все петельки и протянуть рабочую ниточку. Либо же просто провязать первую петлю ряда лицевой, вернуть обратно на спицу эту лицевую. И по очереди каждую петельку переодевать на эту петлю. Вот так вот по очереди спускать полностью со спицы. С одной полностью освободили спицы петельки, затем переносим эту лицевую на следующую спицу. И на нее продолжаем поочередно нанизывать каждую-каждую петельку. Вот так вот. У нас их всего, как вы помните, 10. Первая из них, на которую мы нанизываем, и 9 на нее переносим. Вот так вот. По очереди. У нас получилась одна рабочая петля с нашей рабочей ниточкой, которой мы вязали, на которой все остальные петельки. Вот так. Переодели все петли на одну и аккуратненько начинаем стягивать нашу макушку. Вот таким вот образом. Теперь точно переодеваете вот эту последнюю петельку на крючок. Делаем две воздушные петли и убираем на внутреннюю сторону вот этот хвостик. Отрезаем для того, чтобы было удобно спрятать с внутренней стороны. И все. Вот такая вот макушечка у нас. Ровненькая, аккуратненькая в итоге получилась. Как вы видите, не имеет дырочек. Она не выпуклая вот так вот с боковой стороны. То есть, все должно быть красивенько, быть ровненько, гладенько. Вот так вот цветочком. Вот. В принципе, все, как на мой взгляд, получилось довольно-таки аккуратненько. Наша шапочка готова. По желанию, можете принамочить вот эту макушку и оставить на какой-то объемной поверхности. То есть, чтобы наша макушечка вот так вот хорошо села с отворотиком назад. Но это по желанию. В принципе, можно на голове ее отворачивать вот таким вот образом, как сейчас модно. Либо же со временем просто она у вас сядет. Вот так вот. Она будет на макушке хорошо, аккуратненько ложиться. При этом будет иметь аккуратный, красивый вид. По желанию, можете прикрепить помпончик. Это может быть либо меховой помпончик, либо сделанный из этих же ниточек. В принципе, как на мой взгляд, получилось довольно-таки хорошо. Вот этот маркер я уже нашу булавочку снимаю. Она нам не нужна. И, как вы видите, аккуратненький тоже краешек получился. Вот так вот. В принципе, можно одевать ее абсолютно с любой стороны. Как вы видите, она со всех сторон одинаковая. Не имеет каких-то полос и разграничений таких вот границ. Вот. В принципе, получилась шапочка хорошо. Если вам понравилось, конечно же, не забывайте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения. Пока-пока.